Тот, кто не сталкивался с проблемой наличия денежных средств, наверняка не жил в нашем доме, милом доме под названием «Россия». Раньше эта проблема решалась с помощью кассы взаимопомощи. В лучшем случае можно было пойти по друзьям, если у них были деньги для покупки автомобиля или там подзанять в кредит у Сбербанка России. Но сегодня ситуация несколько отличная от той, что было 20 лет назад. Был и черный вторник, был дефолт, была и гиперинфляция. В общем, России конкретно и крупно повезло. И вот сейчас вроде бы стабильность, но денег все равно не хватает. И трудно с этим не согласиться. И опять, как в финансовой пирамидке, в большом количестве повылазили различные банки. И опять, и снова в газетах дают вам деньги под проценты, под какие, непонятно. И опять, и снова на подъездах появляются объявления «дам в долг» от 50 тысяч рублей. Но все это, по-моему, не совсем серьезно. Тем более, что люди достаточно сильно пообжигались на различных коммерческих услугах непонятных банков, которые банками и не являются. Но в жизни каждого человека, в жизни каждого американца, в жизни каждого европейца, да в жизни любого, даже японца, есть свой родной банк, которому стоит доверять. Мы стоим рядом с крыльцом Метчелл банка. И первый раз я ему доверился в далеком 2000 году. Ну, необходим был кредит на покупку аппаратуры. А затем уже постоянно подкредитовывался. И в результате у меня здесь положительная кредитная история. Но сегодня и сейчас для зрителей «Дом милого дома», а это и молодые люди, и те, кто постарше, и те, кто хочет поехать в отпуск, и бабушки в том числе, и для них Метчелл банк приготовил свои приятные условия. Давайте пролистнем страницы памяти или откроем для несведущих вещи очевидные. Без воздуха человек проживет, ну, максимум минут 7. Без воды, ну, неделю. Без пищи, ну, месяц, а без денег. В уральских условиях день максимум. Что, не знали? Плохо в школе учили или не учили вообще? И поэтому граждане наши необъятные, фактически, финансово безграмотные. Потому как учиться себя обеспечивать надо было с детства. Теперь давайте вместе и по ложечке получать финансовую грамотность. Вместе с Метчелл банком. И еще грустно. Ну, порядок в стране вроде навели. В одной сфере. Из разряда достижений, цены на бензинках в Штатах, еда и электроника и машины в два раза дороже, шмотки в четыре. По цене на достойную недвижимость сравнялись с Швейцарией. По зарплате? Ну, так, чтобы не обижать. Ну, рядом с Турцией. Куда и ездим отдыхать? Я имел в виду зарплату в сельской, глухой турецкой местности. Из этого возникает желание вполне человеческое. Устроить разборки на высшем уровне. Но будем надеяться, что после достижения главного стабильности достигнем реального экономического роста, без революции и кровопролития. Научимся зарабатывать, экономить и грамотно тратить. И не в силах накопить, но сильно захотев, можно купить и то, что понравилось, и без беготни по знакомому. А теперь, у кого брать? И что это за структуры, обещающие доступные кредиты? В большинстве случаев – ЗАО, либо ООО, то есть имеющие закрытую, либо ограниченную ответственность. И отмотав лет 15 назад, сделайте выводы о их надежности. Крепко на ногах стоят открытые акционерные общества. И так не секрет, что люди напуганы. Большое количество предложений. И такое случалось в истории уже современной России, что реальные проценты становились какими-то совершенно другими. Но сладкие песни пелись. Мечелбанк поет сладкие песни и выдает сказочные проценты. Нет, конечно, сказочных процентов нет. То есть наша позиция совершенно принципиальна в том плане, что какие проценты мы реально заявляем. На таких условиях клиент у нас всегда и получает кредит. Перед тем, как взять кредит, он всегда точно знает все свои проценты, переплату и в том числе эффективную годовую ставку, которую мы обязаны предоставлять. Для того, чтобы он реально мог сравнить все эти условия с любым другим банком. Давайте теперь о вещах серьезных. Средняя заработная плата в городе, ну та, что выдается официально, не такая же высокая. Но потребительские расходы все равно растут. И в этом смысле, как грамотнее, что бы посоветовали? Экспресс-кредиты или пользование какими-то другими возможностями? Ну, в принципе, есть у нас такая услуга, как экспресс-кредит. Действительно. На самом деле, у нас достаточно много позиций по этой услуге. И наши кредитные эксперты могут подобрать любому клиенту, исходя из его уровня дохода, любую схему. То, что его как раз-таки устроит и будет, возможно, спокойно расплатиться. То есть это точно так же с учетом и срока кредита. Например, один, два, три года. Так часто случается, что модные нынче пластиковые карточки высылаются прямо в конвертах и прямо домой. Типа, пользуйтесь. И вот человек такой счастливый взял вот эту пластиковую карточку и поехал за границу, допустим. Да, ну, он же сказали, что вы можете, пожалуйста. В итоге оказывается, что пластиковая карточка оказывается кредитной. Ваши условия и ваша виза, какова она? Наша виза – это международная пластиковая карта. Здесь напрямую наш кредитный эксперт, общаясь с потенциальным заемщиком, объясняет сразу все условия. Значит, наша карта в основе своей есть как кредитовая, есть как дебетовая. Но если клиент взял кредит с использованием пластиковой карты, он точно так же может положить на этот счет свои собственные деньги и пользоваться ими уже. Не как при помощи кредита, а как счет собственных средств. То есть такое возможно. Ну и давайте поговорим о том, какой диапазон населения города охвачен любовью Мечелбанка. Потому как вот в некоторых банках, пока вам не будет 27, вы ничего не возьмете. В некоторых банках, когда вам будет уже 55 или 60 лет, ну это наши любимые пенсионеры, обиженные по сути своей. Что Мечелбанк? Как он заботится? В чем проявляется эта забота? Ну наш принцип Мечелбанк семейный банк или банк для всей семьи. Мы его учитываем и как бы везде проводим эту политику. Поэтому у нас от 23 до 63 лет возможно взять кредит. То есть это и молодежь, и пенсионеры. Пенсионеры, независимо от того, работают они или нет. Главное, чтобы у них был доход. И теперь давайте определимся, какую сумму для счастья надо. Реально надо, чтобы не нагружать семейный бюджет за облачными кредитными платежами. И взяв, к примеру, среднюю крепкую семью с средним доходом и небольшим количеством еждивенцев, скажем, реально и быстро, с помощью Мечелбанка можно раз в год полноценно и хорошо отдохнуть. Либо купить полный комплект домашней электроники на свой вкус и поездив по всем торговым точкам и не заведя 10 кредитов. Можно и реально купить автомобиль, растянув платежи на год-два. Автомобиль не новый, конечно, но за 250 тысяч можно найти почетный агрегат и на вторичном рынке. И все это оформляется на карточку международного стандарта Visa в Мечелбанке. И не желая быть необъективным, узнаем у человека неангажированного, насколько легко это сделать. Мы, наверное, коллеги. Знаете почему? Потому что я вот как-то тоже брал кредит в Мечелбанке и забыл, что взял. Потом пришел, оказывается, попал еще на приятные проценты, то есть в минус. Да, мне тоже сказали такое, да. Это вообще... Что мы в хорошие высказались в нашем мнении. Вообще удобно брать кредит в Мечелбанке? Да, удобно, да, очень удобно. А лишних там ценок, там вот таких вот сюрпризов, как другие? Мне это не страшно было, лишние вот это все. Что сюрпризы, какие? Ну вот некоторые банки там афишируют совершенно другие проценты, и люди прямо аж волосы на себе рвут. Нет, мы и не рвали. Нас устраивало это все. Конечно, вопросов у вас, просмотревших этот сюжет, возникло много. И заведя интернет и написав письмо мне, либо зайдя на Одноклассники, вы можете интересоваться. А мы честно и объективно вместе с менеджерами Мечелбанка поможем вам решать различные вопросы. А зная дружелюбие программы «Дом, милый дом» и искреннее желание Мечелбанка стать вашим домашним банком, это будет и полезно, и доступно. Итак, список предложений достаточно высок. Вы можете взять как небольшой кредит, ну, для покупки, допустим, стиральной машины, холодильника. Не забывайте, сотовый телефон, это уже персона, но он грант. Вы можете взять кредит покрупнее. И спокойно, не напрягаясь, ни копя, поехать отдохнуть. Удовольствие недорогое, стоит 35 рублей, любимая Турция, жаркий Египет. Ну, можно и на Индию взять денежки, и это в том числе. Ну, и есть такая особенность, как кредиты чуть покрупнее. Потому как даже у любого бизнесмена возникает вопрос, где вот сегодня надо срочно взять, там, ну, 1200, может быть, 150, может быть, 80 даже. Ну, а поскольку варианты такие есть, и они предлагаются Мэчеллбанком, то груз финансовой ответственности с ваших плеч снят.